Тем временем в лесах Пермского края продлен противопожарный режим, сообщает ЕДДС Соликамска. До 28 августа нельзя не только разжигать костры, но и даже заходить в лесной массив. Причиной тому большое количество пожаров в округе. Выпуск новостей продолжит свежий криминальный обзор. Патрульную рубрику сегодня подготовила Елена Катаева. Лена, слушаем тебя. Приветствую, коллеги. Около 100 преступлений и 470 административных правонарушений выявлено краевыми оперативниками во время операции МАК-2022. Правоохранители изъяли свыше 15 килограммов наркосодержащих растений. Например, в Перми оперативники задержали гражданина, который перевозил в автомобиле крупную партию марихуаны в трехлитровых банках и чемодане. Также сотрудники полиции выявили две крупные плантации в Краснокамском районе. Всего за период проведения операции на территории края выявлено 10 фактов выращивания наркосодержащих растений. Следующий эпизод – криминальной хроники из Соликамска. Там на Клистовке очевидцы засняли погоню за нарушителем правил дорожного движения. Водитель 14-й модели ВАЗ пишут в соцсети. Уже неоднократно ездил по городу на высокой скорости. В этот раз при задержании сотруднику ДПС пришлось даже разбить окно автомобиля, так как молодой соликамец не хотел выходить из машины. Вода продолжает уносить жизни. Тем временем на реке Сылва в Пермском округе утонул мужчина, сообщает региональный МЧС. Случилось это накануне вечером. К месту происшествия привлекли 9 человек личного состава и 5 единиц техники. К сожалению, мужчина не выжил, рассказали в ведомстве. Спасатели вновь призывают жителей Прикамья соблюдать меры безопасности во время отдыха у вдвоемов. Ведь это уже третий случай гибели на воде за неделю.